Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Здоровенькие булы! Ой, шановные друзья, ладно, давай иди занимай свои делами, когда дойду до твоей теплицы, я покажу, что ты умеешь. Так, друзья, гордиться нашими молодым поколениям, это у нас стариков крови. Значит, смотрите, эта фотография сделана была сегодня где-то в 6 утра примерно. Вот это Савеногорск, это фотография моего окна. Это я к тому, чтобы вы не думали, что у нас тут медом намазано. Вот, и мы постепенно будем раскрывать все тайны, почему южные растения у нас растут. Так, это полюбовались, посмотрели, я когда-то с окна показывал, объяснял, что вот эти вот черные пятна под деревьями, это защита штабов. Вот, и защита всей живности под деревьями, но мы это уже проходили. Вот, и не вздумайте проезжать в крону ради прорезки. Так, это фотографировал тоже вчера, это у нас, у меня остатки абрикосовых косточек. Вот, все, что осталось, это вот несколько сортов, в основном уже подвойные. Хотя, кто знает, можно посадить косточку с плода, 20 грамм получить 50, можно посадить косточку с плода 50 грамм, а получить 20. Вот эта непредсказуемость, меня его очень радует, не хочу знать, что вырастет. Так, черенки, вот они последние, я их не старался особо рвать, вот Антон Сафронов подтвердит, что мы не размещали рекламу до последнего на его почтовом ящике, у его подписчиков, потому что я жалел деревья. Сколько заказали, столько получили, вот остатки еще неделя, можно получить от меня несколько сортов яблок, несколько сортов абрикосов, слив, вишен. Вот, груш, да, груши, про груши поговорим отдельно, есть причина. Вот, так что добирайте, это и все. Так, абрикосовые кошки съесть нельзя, выбросить. Значит, я получаю от вас, чем дальше, тем больше писем. Многие из вас также в интернете чувствуют себя очень уверенно, присылают информацию, присылают обычно это ссылки. Как, вот, допустим, одна из них, видите, вот если нажать, вот, там будет вверху написано, абрикосовые кошки съесть нельзя, запятая выбросить. А дальше, я не видел эту передачу, это та самая популярная, там, где люди в белых халатах, боюсь наврать, немало шевали. В общем, они долго упорно доказывали, что абрикосовые кошки есть, а нельзя, кто хочет, увидит, вот, нажмете вот так. Вот, я скажу только коротко, вроде бы все правильно, вроде бы этого, это в с одной стороны важно. Есть мнение, много мнений, что абрикосовые кошки это профилактика раковых заболеваний и какой-то степени лечения рака. Значит, я не, да, не против, потому что там действительно семейная кислота. Вот, мой личный опыт очень сходен, это единственная семья, которая за все годы выписала косточки, именно для лечения, не для посадки. Вот, я выслал много с большой скидкой и тут же это самое, взял этот разводной ключ, им очень удобно колоть косточки. И именно в Маньчжурске я начал в день седать по пять штук. Я провожу эксперименты всегда на себе, там написано семейная кислота, вот они сказали, нельзя есть, запятую видели, где поставили. Это несколько специалистов, которые, центральный канал, вот, но я не привык никому верить. Я съедал по пять косточек и несколько месяцев не отравился, раком не заболел, помогло, не помогло, не знаю, это весь мой опыт. Есть опыт Бродского, вот я, кстати, просто человек написал ваше мнение, я высказываю, то есть, я отвечаю на ваши письма, прошу понять правильно. Да мне кажется, эта тема интересует любого, кто из вас застрахован, вот, почему не есть абрикосовые эти семена, то есть, ну, то, что внутри косточки. Почему нельзя есть для профилактики, боимся отравиться. Вот, значит, раз я не отравился, съедаю по пять штук, они не крупные, значит, и даже не почувствовал ни тошноты, ничего, то есть, даже какая-то привычка появилась. Чуть ли не сказал, что я подсел на них, вот, и пока мне не кончились, а потом начались трудные времена, то есть, абрикосов в последние годы было мало, урожай, я перестал их есть, просто, трудно представить себе, что съедаешь дерево. Когда много было, я их ел, когда мало, я перестал есть, вот, Бродский их ест постоянно, у него онкология, сами знаете прекрасно, вот, живой, почему, может, потому что он их ел, отравиться он тоже не отравился. Вот, коротко так, а вы уже сами думаете, были бы абрикосовые сады по всей России, вот, тогда выглядело по-другому все, то есть, тогда вопрос бы стал актуальным, все-таки есть сорта, которые можно есть, есть, которые нельзя есть, вот, например, потом, если косточки помогают, может, и мякоть может помогать, но абрикосовую мякоть, где мы можем взять? Опять же, только отравленную южную, ну, в виде там этих сухофруктов, а настоящее, как вот в наших сибирских садах, в нем многочисленных, это удовольствие только для избранных, а так, мне кажется, что даже мякоть должна помогать. Вот, коротко все, теперь так, я приветствую реплик Александра Алексеевича, вот его известника садовода, видите, вот эта вот выписка, да, значит, я долго не знал, что он молча смотрит наши вебинары, недавно узнал, вот, так, вот это моя фотография, вставленная, на нее обратил внимание, дальше начал читать. Вот, смотрите, он много, не хочу, неудобно повторять, сильно хорошо про меня пишет, видите, при слове сад возникает призрак железного. Действительно, я стал этим самым, как сказать, жупелом для официальной науки. Ну, что делать? Так вот, вот это прочтите сами, почему? Потому что, я уже так коротко, потому что здесь есть информация для любителей путешествий, для любителей ездить, понимаете, наука, ее представители, которые еще остались в науке, они потеряли самое главное качество, или его никогда и не было. Знаете, какое? Они умные, они грамотные, у них все есть, кроме одного. Но любознательности у них нет. Вот, потому что иначе бы они скайпы, и посмотрим. Может, мы тоже в Москве, там, Брянске, там, где-то еще. Вот, в Вологде, мы тоже будем выращивать абрикос. Вот, раз в Сибири получается, ну, просто читайте, да? Вот, и что получается? Объявление здесь такое, я выделил. Зеленая стрела предлагает нам, рядовым садоводам, в августе 19-го года совершить вояж, не признанную пока мировым сообществом, но и не запрещенную, надо было написать незнакомую, столицу сибирского садоводца Хакаси, в город Сеногорск. Так вот, действительно, если такая группа соберется, если она приедет, здесь есть про цены, есть про маршрут, он касается многих хороших мест. Я только один из них. Здесь, в этом есть его... Тут, ну, это... Расскажите, есть небольшой комментарий, не все так просто. Мы убедимся, что Железовский сад там не единственный, при хорошем базаре ведро абрикосов пройдут по цене московской килограммы. Все уже не продают по цене московской килограммы. Дело в том, что я очень уважаю ваш журнал, шутка ли вы, наверное, печатаете Железово. Вот. Целая у меня там своя из колонка. Раз, допустим, да, уважаю вас. Вот. Значит, но это единственное исключение. Случилась беда в том, что, когда люди массово начали садить, 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 они не умели убивать деревья. Помогало крутые горки, я рассказывал. Вот. Потому что там с трудом или не гнили корневой шейки, а именно абрикосов. Так. И пришло время, когда люди начали выписывать в огромном количестве, в миллионах тиражах, журналы, газеты. И с этого момента они взяли в руки пилы, они взяли в руки ножи, а в конце вообще-то взяли в руки топоры. Потому что они уничтожили своими руками. Да, в первых публикациях я много писал, что у нас ведро абрикосов стоит столько, сколько ведро картошки. Все. Это время ушло. Еще, если будет урожайный год, вдоль трассы будет стоять десятки уже ведер, не сотни, как раньше. И рынок, который вы видели, ко мне приезжали телевидение, несколько каналов, я их водил вначале на рынок. А на рынке есть, все было полно. Яблонь, груши, сливы, абрикосы. Вишен много. Сейчас это, к сожалению, уже такого чуда не увидят. Я вынужден говорить. Вот это фото из тех времен, когда картошка стоила столько, сколько и абрикосы. Вот видите? Вот. Ну а дальше, это я вставил эту фотографию, в этот грустный разговор получился. Дальше, вот эта зеленая стрела приглашает опять на Курганы, на везде. Вот. И вот это, я вот так специально останавливаю, потом можно будет не раз возвращаться к этой теме и решать, ехать или не ехать. Значит, ко мне, если эта компания состоится, она приедет ко мне все где-то, надеюсь, в начале августа, а не в конце. Потому что в конце августа абрикосов уже не будет. А вот угощать сливой и вишней, там, грушами, это замечательно, но я бы не... А угощать абрикосами, это особый случай. Но лучше в начале августа. Вот это наши края. Вот они. Вот. Вот подпись Александра Веребрика. Так. Все с этим разобрались. Значит, пару слов еще про Александра Алексеевича. Как бы для меня выдающегося гражданина России уже в том, что он практически июдино умерла. Она все собиралась ко мне за репортажем и заодно полетиться в каком-нибудь сибирском, как она писала в недорогом санатории. Просила подобрать рядом со мной. Ну, в общем, она умерла. И Веребрика остался единственный. Царствие небесное. Она уже в раю. Репортажи. Там в раю много наших. Вот она там среди них. Вот. Она большую, огромную пользу принесла, когда ездила по Москве. Вот. Остался в Москве единственный друг Веребрика. Вот. Это он не побоялся печатать мои статьи, которые ему, только поверяя ему, их все-таки ряд ученых прочитал. Ну, после этого, как он выразился, Александр Алексеевич, вас в Москве считают проходимцем. Значит, получается, что вы остаетесь для меня единственным. Я на всякий случай показываю, вот Александр Алексеевич, вот рядом со мной, со моей наглой мордой. Я три дня, шесть дней читал лекции в Москве Александр Алексеевич. все это внимательно вот тут левом углу слушал, и это было удивительно. Просто удивительно. Вся Москва садовая знала, что приехал в Железов, а слушал только один Ребрик, за что я уважаю. Вот. И благодаря ему как-то получилось так, что я был на подъеме, он взял и сделал еще и видео интервью со мной, он со мной разговаривал, мне удалось какие-то мысли донести до широкой публики, благодаря ему уже. Не было Борябрика, да просто я бы не смог так рассказывать, просто бы не смог. Ну, это уже фуршет моя честь, спасибо тоже. Вот, москвичи умеют.